Ну что, друзья, я сейчас нахожусь в деревне, но хочу рассказать последнее известие из моей жизни. Я делаю новый бизнес сейчас. Всего одно легкое движение. И тебе доступен YouTube, Instagram, Facebook и прочее в полном объеме, без всяких ограничений, потому что ты формально в США. Размести значок VPN на главном экране и сделай за правило входить в интернет через VPN. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, вы знаете, что я недавно съездил в Казахстан для того, чтобы, ну, посмотреть, как там дела и так далее. И открыть там счет в банке для того, чтобы переводить деньги в Чехию своей дочери. И, ну, я смотрел, естественно, что там можно сделать в смысле бизнеса. Какие-то разницы в ценах и так далее найти. Но, честно говоря, так вот сразу с кондачка ничего в голову не пришло. Мы просто открыли счета в банке, значит, и для того, чтобы пробовать переводить деньги в Чехию. И, ну, когда вернулись сюда уже, в Россию, стал пробовать. Тут не получается, там не получается, здесь не получается. Долго-долго мучился, но, наконец, мне удалось найти способ, как это сделать. С одной стороны. С другой стороны, смотрите, мы, когда приехали в Казахстан, там, скажем, в Уральске меня цены удивили на что? На жилье, на сдачу жилья в аренду. Там это стоило где-то, ну, мы элитные, жилье снимали буквально за 15 тысяч тенге в сутки. И я решил, а почему бы не снимать это жилье, потому что двухкомнатная квартира совершенно шикарная, 15 тысяч тенге. Это получается примерно две тысячи там с небольшим рублей на троих человек двухкомнатная квартира. Ну, это очень здорово. Вот, далее, смотрите, ну, у меня были проблемы с переводами денег за рубеж, во-первых. Во-вторых, значит, ну, вот, как поехать в Казахстан и так далее, что там посмотреть. И, когда я вернулся, я думаю, так, блин, а цены, кстати, в магазинах там примерно одинаковые абсолютно. Вот, планы у меня были доехать до китайской границы, пока я не доехал. Ну, если честно, то, в общем, когда я смотрел, какие там товары предлагают, в общем, сказать, какой-то ширпотреб, тряпка, мне не хочется заниматься. А запчасти какие-то вот такие вот, ну, очень серьезные, какие-то микроэлектронику и так далее, я там, ну, по крайней мере, вот через интернет не обнаружил. Это, во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, сейчас еще дефицит в нашей стране такой дикий не возник, и нет такой дикой необходимости, какая была, ну, на рубеже, вот, когда только-только перестройка началась, когда челноки поперли. Вот, поэтому сейчас пока нету разницы цен и нет такой необходимости. Но зато, смотрите, все банки заблокированы, свист-счета заблокированы, перевести деньги нельзя, во-первых. И, во-вторых, есть масса людей, которые едут в Казахстан так же, как я, для того, чтобы открыть счета. Недавно я увидел статистику, грузинскую статистику, по переводам денег в Грузию, и там, значит, по странам, откуда идут деньги и какой рост по отношению к прошлому году. Так вот, друзья мои, рост по отношению к прошлому году, значит, там какая-то страна Израиль, там, так сказать, 35%, 24% еще, что-то там, Россия, что-то еще. Казахстан, плюс 705% из Казахстана в Грузию. То есть, это вот люди такие, как я, едут в Казахстан, открывают счета, ну, наверняка, откуда еще, и прут сюда. Вчера открывали Кириллу карту, значит, и там, соответствующую, в России здесь. И Кирилл у нас мальчик простой, и тетенька спрашивает, там, говорит, а для чего вы открываете карту, с какой целью? Она, он говорит, ну, для того, чтобы переводить деньги в Казахстан. Вот, то есть, она поулыбалась, но она все понимает, то есть, мы не первые туда такие пришли, таких умных много. Вот, то есть, и я подумал, что из этого тоже можно сделать какой-то бизнес, то есть, я помогаю людям перевести деньги, ну, скажем, в Чехию или вот, значит, в какие-то другие страны, в европейские, потому что сейчас это заморожено, и, ну, то есть, я помогаю людям, они мне, соответственно, платят за такую услугу. Второй момент, я тоже подумал, думаю, ну, смотрите, вот сейчас люди едут в Казахстан, да, если человек приезжает в Казахстан, у него нету ни сим-карты, ничего нет вообще. Вот, и он даже не знает часто, где он остановится, а когда он остановится, как он может заплатить? Только наличными, там, вообще, говорят, тенге, а у него их нет. Нет, я могу, думаю, так, блин, а почему бы мне не помочь людям, значит, снять шикарную квартиру, которая проверена уже, и тоже на этом немножечко заработать. То есть, смотрите, я думаю, что можно предложить, значит, людям снять квартиру, то есть, я говорю, вот он адрес, вот телефон, значит, там, если что, звоните, можно предоплату внести, то есть, я вношу предоплату, у меня есть уже Каспий банк, то есть, я могу в Казахстане заплатить за какие-то услуги, мне люди платят здесь рублями. Ну, то есть, тот самый сервис, который предлагает, скажем, Booking.com, который у нас ушел, почему бы не заниматься этим? И, ну, зарабатывать на этом тоже какие-то деньги, ну, Booking зарабатывает, а почему бы мне не зарабатывать? Booking ушел, место освободилось. То есть, это можно вот делать на таком колхозном уровне вполне себе. И сейчас я целыми днями, в общем-то, занимаюсь тем, что ищу вот эти вот контакты, ищу возможности, ищу клиентов и нахожу их, потому что, ну, хотя бы, как минимум, я хочу, во-первых, вернуть деньги за эту поездку, потому что я не привык, не люблю тратить и ничего не получать взамен. То есть, я хочу, естественно, вернуть те деньги, которые я потратил на эту поездку, потому что поездка была коммерческая, ну, по крайней мере, предполагалось сразу и я, естественно, ее хочу вернуть. Ну, сейчас уже, я так понимаю, примерно половину я этих денег уже вернул, отработал. Ну, это еще только начало, дальше я надеюсь, что будет немножечко больше и разные контакты. Вот, ну, тогда будет уже, наверное, в планах, не знаю, почему бы мне не съездить в Узбекистан и Киргизию. И летом я очень хочу съездить все-таки в Индию. То есть, моя идея вот эта вот с параллельным импортом лекарства, она все еще работает, и я думаю, что сейчас я занимаюсь вот этим. Ну, это где-то в конце лета. Вот такие новости. То есть, трудности есть, конечно, значит, у меня сейчас упала монетизация на Ютубе, и вы видите, что и видео реже выходит. И я заморочен именно вот сейчас созданием новых бизнесов, вот, монетизация упала с инвестициями, так сказать, у меня доходы немножечко упали, я сейчас не инвестирую ничего. Продавать бумаги я не хочу, и ряд бумаг просто недоступен там с инвестпалатой, я пока еще так и не разобрался, с одной стороны, а с другой стороны, ну, разберусь я с инвестпалатой. Что, я собираюсь продавать эти акции? Нет, я их не собираюсь продавать. Я смотрю, там они какие-то растут, какие-то падают, но в основном тоже все там нормально с акциями. А теперь смотрите внимательно, что с долларом и с рублем. Ну, рубль сейчас укрепился необычайно, он сейчас на максимуме, я считаю, а доллар сейчас на минимуме, и я ожидаю, что доллар начнет потихонечку к рублю расти. И поэтому сейчас, ну, как бы я по максимуму буквально покупаю другие валюты. То есть я сейчас пока не поздно, бегом-бегом побольше, значит, чешских крон дочери перевести, потому что ей надо сейчас визу оформлять. Это, в общем-то сказать, ну, там, сколько там надо, 3000 евро. Вот. И это надо срочно сделать, пока кроны сейчас совсем дешевые. То есть раньше я переводил ей по 3,4, по 3,6. То есть когда все вот это вот началось там 4 с лишним, последний перевод был дальше, все перекрыли это дело, сейчас крона стоит там, ну, буквально там 3,2 рубля за крону. Это очень хороший курс, поэтому пока есть курс хороший, я перевожу. И то же самое с тенге. Тенге сейчас, ну, в общем, буквально вчера вечером я по курсу 6,33 себе перевел, и это очень здорово, это очень хороший курс. То есть все вполне нормально. Когда я въезжал, я менял тенге по 5,52. Мне поменяли в обменнике. То есть у меня, так сказать, есть возможность и хорошие курсы получить уже, и все. То есть я, кто ищет, тот всегда найдет, хочу сказать, и когда у нас есть трудности, то эти трудности могут быть началом к большому-большому рывку вперед. Я об этом рассказываю, я об этом говорю, вот, но кто-то слушает, кто-то нет, многие очень там, типа, я не знаю, что делать, как делать. Ну, вот вы видите, на ваших глазах я за пару месяцев уже начал создавать источник дополнительной дохода. Что радует, что этот доход абсолютно не привязан к географии. То есть я могу этим заниматься где угодно. Вот прямо сейчас, вы видите, я нахожусь в деревне, значит, там жена приехала на родину, копаются там в грядках. Меня это не сильно интересует. Вот, я сижу в Телеграме, ищу контакты, и, значит, это самое, если кому надо, денежки я перебрасываю и вот в данный момент снимаю видео. То есть не теряйте времени, друзья, ищите возможности, и все будет. На сегодня все, спасибо за внимание, лайк, подписка, и до встречи. С вами был Деменков Юрий. С вами был Деменков Юрий.